Всем привет, друзья! Сегодня у нас среда. 14 февраля. День 10-го Валентина. Мы, конечно, его не справляем. Просто ребятишки напоминают. У них там Валентинки хотят. Они в начальной школе делают еще Валентинки. В старших классах, не знаю, делают. Нет. У нас в классе вроде Фадей не делают. Я сейчас сделаю Валентинку. Сделаешь кому-нибудь. Ну, такая у них играла. Им это нравится маленький. Да, я там, ну, что Любину писать. Любину пишешь? Понятно. Сидит, ест кашу рисовую. Вкусная каша, ест давай, все, не отвлекайся. Рисовую кашу сварила, котлетки сделала. У меня сегодня занятия, потому что с утра отменились. Ну, а сейчас я уже собралась. Поехали мы Фадею подавать на паспорт. Получается, у нас через полчаса уже прием. Сейчас вот ждем, Алеша подъедет. Фадей одевается. Тоже кашу съел, все. Так что поехали мы паспорт ему заказывать в МФЦ. Надеюсь, там не задержан. Надеюсь, все сейчас по времени делают. Но там, кстати, написано, что даже пораньше на 10 минут приезжайте, потому что бывает, что раньше освобождается вот этот, как он называется-то? Специалист его. Специалист. Мастер хотел сказать. Специалист. Вот. Так что, ну все. Все выключил. Фима, да и дай. Давай свет выключишь. Ладно. Так что собираемся. Все. Поехали. Так. Ну что? Еще наше время в МФЦ даже не наступило. Мы уже обратно едем. У вас бывало когда-нибудь так, что вы сдали документы? И вообще я сразу, сразу в первый раз. У меня еще ни разу не бывало. Ну это только у нас, наверное, такое бывает. Трудно, говорю, прописать. Оказывается, на свидетельстве о рождении недавно ввели, что должна стоять красная печать о гражданстве. Я говорю, а почему не прописали это на сайте, на госуслугу, что надо, чтобы вот такая была эта печать о гражданстве? Ее надо получать только в милиции. И так я говорю, а я зачем тогда к вам в МФЦ опять пойду, если я могу в милиции сдать на это самое? В общем, какой-то дурдом, конечно. Ну, в общем, вот так отправили нас. Говорят, идите печать теперь в милиции ставьте. Трудно написать сразу, что должно быть с печатью и из милиции о гражданстве. С некоторых пор. Недавно это же не значит сегодня. Недавно это значит, что уже несколько недель такое правило действует, если не месяцев. Если не месяцев. В общем, это такая ерунда. Ничего, не получилось, не знаю. Ну, сегодня пишут, что с двух до четырех поднимают, но опять я сегодня же работаю. Я не знаю, как я попадаю. Сейчас подумаем, вообще. Ну, с двух-то можно успеть, если прям к двум поехать. Может, успею. Сейчас поедем, и надо симку попробовать сделать для камеры. Сделаем. Постараемся хотя бы, может, симкой поехать. И все откупим, которую надо, чтобы камеру-то повешать в конечне. Вот. Сейчас Леша еще по работе заедет сначала. Нечем опять. Хотя в этом свидетельство о рождении. Тоже написано, что... Написано, что гражданка России, там... Гражданка России, родители. Вот я не понимаю, что за ерундой мы заниматься. Поехали. Ну, ладно, поехали мы сейчас в паспорт и в милицию. Будем ставить штампик. Надеюсь, что не придется долго стоять. Так тоже в бюрократии, если... Как я говорю, все написано. Зачем еще штампик ничего. О рождении, все написано. Если какие-то там возникают вопросы, так можно было, допустим, потом вернуть документы. Короче, лишь бы, знаешь, погонять людей. Называется какая-то ерунда его. Ладно. То есть мы специально не поехали в полицию, что там всякие непонятные... Да, там очереди просто. Мы по времени вроде бы думали в МФЦ. Сейчас, получается, мы в МФЦ в очередь. Сейчас в полицию в очередь. Сейчас, наверное, снова принес. Короче, возмущаемся. Как не знаю кто. Как будто первый раз, да? Такое. Все же. Ладно, хоть это в нашем городе. Спасибо, надо сказать. А то ведь раньше там возьмешь что-нибудь, да, оформлять. Ну, какие-нибудь вопросы. Надо ехать в СССР, считай, в район туда. Вот так же приедешь по какой-нибудь фигне. Обратно отправляют дело. То есть он посмотрел, как бы это. И всю жизнь вот так вот. Хотя вроде уж все Алеша предусматривает. Он в этом плане вроде внимательный. Но нигде нет информации вот этой. Почему так сделан, не знаю. Ладно. Сейчас. Хоть бы такой очереди никакой не было. Ну, чтоб я спокойно прошла, поставила эту печать и обратно. Тогда я буду хотя бы как-то довольна. Это хорошо, когда мы с тобой, помнишь, женились. Ну, ЗАГС был. Знакома эта работа, она и меня там прописала, штампик поставила в паспорте. И везде в домовой, везде все это сделала без проблем. Ну, сейчас посмотрим. Еще, в принципе, не весна. Не должны ехать. Ну, как бы вот в паспортные едут. Видишь, кто работает сюда приезжает. Они же тоже через паспортные должны проходить. Что-то такое было. Я помню, когда с Матвеем мы стояли, там очередь была именно вот такого плана. Ой-ой, машина едет, эй, мужик. Так, блин, так это тоже, блин, несет. Смотрите, что, КамАЗ едет, они идут на переходе. Он даже не остановился, да, этот мужик чуть не вышел под ней. Видишь, что вот эта машина стоит и двигается. Ну, кого-то пропускает, да? Ну, может, конечно, он впервые попросили в это. Ну, слушай, там знак есть, пешеходный переход, как бы. Они что, вообще знаки не верят? Ну, где-то они переходят. Короче, чуть мужика не задавили. Кошмар какой. Ладно, все, внимательно надо быть везде. Пошла я сейчас. Что у нас такое бывает? 40 минут я там пробыла. В милиции. Это, я говорю, в полиции, в милиции. Для меня милиция, я родилась, куда милиция была. Я привыкла там. Короче, дурдом. Еще раз говорю, это дурдом какой-то. Пришла. И я не одна такая. Нас собралось человек пять. Всем надо эти печати на свидетельство о рождении поставить. Вот. Я думаю, ну, сейчас, ладно, зайдем быстренько. Всем расшлепают и все. Подошли. Но сначала сидели. Нас не пропускали за эту решетку, пока ровно два часа не исполнилось. Потом за нами пришла женщина в форме милицейской, забрала нас, повела толпой туда, в паспортный. Ну, я говорю, прям, ладно, хоть не с ружьем, знаешь, с автоматом. Ой, ладно, увела. Туда к дверям подошли, вышла эта из паспортного стола, значит. Женщина подает, значит, заполняйте заявление. Короче, с двух сторон. Я его писала 20 минут, Алюша. Понимаешь? Да. А женщины пришли многодетные, говорят, сразу, что всем поставить. Они уже два часа пишут. Это же кошмар какой-то. А я говорю, ну, Ефиму не взяла, но надо будет, если такое положение останется. Может быть, я надеюсь, что это переработает. Может быть, извините. Ну, ерунда какая-то. Просто печать шлепнуть о гражданстве, посмотреть паспорта родителей, шлепнуть печать. Все. Надо заявление писать на двух сторонах. Это я все данные родителя, сначала одного, потом все данные ребенка, а потом все данные второго родителя. Да еще там надо написать слова типа фамилию, имя, отчество, не менял. И пол указать, и все. Короче говоря, вот такая вот ерунда. Заполнило это все. А некоторые, короче, сегодняшнюю дату еще поставили. И все. Им заново. Говорят, заново теперь пишите. Не надо дату писать сегодняшнюю. Представляете, что они 20 минут писали. Заново пишите. Вообще кошмар какой-то. Ой. Ну, ладно. Я думала, ну сейчас напишу, и может тогда шлепнут. Не тут-то было. Забрали, сказали, только аж 20-го числа, через неделю позвонить. А готовы ли? Поставили ли эту печать. Представляете? Ну вот, а ты гришка. А что это они? Видимо, они сами не имеют права даже печать поставить такую, а будет какой-то там начальник ставить. Понимаешь? Когда изучат все наши личные дела. Действительно ли мы граждане России? Дурдом. Ну, в общем, вот так. А Леша говорит, да ничего, мы сейчас дадим, в пятницу уже паспорт получим. Ага. Сейчас тебе, когда пропускали, спрашивали полкому вопросы? Они сами знают. Что вы говорили? Гражданство поставить на свидетельство? Потому что вся та... А конечно, что? Вообще все люди, которые пришли, они все пришли именно за этим поставить штампиков о гражданстве. Все. У меня такое чувство, что это правило придумали только, чтобы дать работу вот этим тетенькам троим, которые там сидят. Нет, сейчас что ли, вся будет в паспорте что ли стоять? Не в паспорте, а... Я бы что-то такое слышал. Я не знаю, но может и в паспорт ему поставят, но сейчас на свидетельство ставят. В паспорте вроде бы где-то... Сейчас на свидетельство. Ну, хотят ввести. А вот, может быть, с 1 января и... Да, Фиттлер очень знает. Надо будет узнать. Ну, в общем, вот так. До 20-го сейчас мы не... Не это самое. Потом надо вот по ее телефону звонить. Она свой номер там написала. Ой. Такие дела. Ну, все, я вроде как успела на работу, конечно. Это как раз с Ефимом в школу, да? Где у вас там какая-то справка с красной печати? Нету. Ну, как? Нету, идите, получайте. Нас такая толпа туда пришла. Помнишь? Делали. Еще, главное, заявляли, что она у вас должна обязательно быть. А как она должна быть, если вы это придумали, опять же, несколько лет назад, когда еще? Сейчас, сейчас считаю, все тоже идут с этим, с гражданством. Я думаю, что сейчас, наверное, в паспорте будет такое состояние. Ну, наверное, что-то будет. Ну, потому что, ведь, ну что, ведь не зря-то все. Нет, а что, паспорт не гражданам тоже выдают, что ли? Я не понять не могу, вот это. Не знаю. Нет. Или это, типа, двойная защита? И паспорт, и что, и печать в паспорте? Что это такое? Это же дом. Не знаю. Не знаю. Ладно. Еще время есть. У людей-то некоторых уже 90 дней проходит, понимаешь? Да? Ага. Они кайловичи. Ай. Ну-то ладно, хоть еще вовремя за это самое задрыгнулись. Надо было это, ну, как говорится, до Нового года получать 10-ть, так оно, элиты. А еще, я говорю, так было, если бы ума, если бы вообще... Подожди, еще потом всем скажут составить. Ну, может быть. Нет, я к тому, что так бы можно было и Ефиму поставить. Я говорю, а по другой стороне подумаю, а может отменят это все еще 10 раз, да? Когда Ефиму, то паспорт получать надо будет. Может, уже и не надо будет, да? Скажут, что-то мы ерунду какую-то придумали отменить. Ну, вот такие дела. Ну, ладно, все, я сейчас пошла на работу. Такие вот приключения с паспортами сейчас. Имейте в виду, красный штампик должен быть на свидетельство о рождении, если бы тоже скоро получать. ребенку, то позаботьтесь заранее об этом. И можно на всех детей, которых нет, у этой печати тоже поставить сразу. Ой. Так. Ну, ладно. Так, ну что, друзья, у нас уже 8 час пошел. Сейчас я грею уже, тёлке пойду. Сегодня опоздала маленько, потому что прибирала тут плиту мыть, взялась, да все, думаю, успею. До неё не успела. Ну, в смысле, корова с тёлкой пойду. Елку кормить, поить, корову кормить, поить. Вообще, всё как обычно. Вот. Рис у меня тут замочил. Хочу, видите, завтра голубцы сделать. Что там уже какая-то зелень упала. Специи кто-то насыпал уже из туда. Ой. В общем, капусту я купила сегодня. Вроде неплохая. Такая. Вот. Твергенькая такая, правда. Вот, сейчас это самое, наверное, рис сварю вечером, чтобы уже остывший до завтра был. Так. Вот капусту. Может, тоже сегодня сварю. Всё равно мы будем с Клифосовского смотреть. Скоро он заканчивается уже. Досмотрим уж. Тяжело, конечно. До полдвенадцатого его смотрим. Не высыпаемся, но смотрим. Ну, в общем, вот так. Так что, наверное, сегодня даже сварю и капусту. Морозить не хочу. Что-то хочу сварить. Ну, что у меня голубцы сегодня идет? Нет, сегодня я не сделаю голубцы, дорогуша. Слушай, у меня не железная сила. Сегодня вы доедаете, у вас есть там еда. Надо доесть. Вот. Так что, вот такие дела. Сейчас всё это сделаю. И можно будет вечерок посмотреть фильм, отдохнуть. Но фильма, правда, ещё уроки не сделал. Фади сделал? Сейчас я сделал? Ну, ладно. Фима, много уроков-то? Да, конечно. Не так много. Не так много? Ну, ладно. В общем, ползают они у меня тут. Вокруг иди делай химию. Ладно, всё. Давайте до завтра. Такой день сегодня вышел. Какой есть, как говорится. Вот, одет у нас на стрельбеск. Я, кстати. Сейчас выдела баллон. Вспохнил, что они на стрельбе. Если ждёшь, то сейчас тоже будет. Я думаю, что скоро. Еще на 20-30 приедут. Ну, всё. Давайте. Пока-пока. До завтра.